Здравствуйте. В этом видео хочу рассказать о расширении диапазона измерений резьбовых микрометров за счёт применения самодельных удлинённых пяток или за счёт удлинения штатной пятки. Диапазон измерений резьбовых микрометров типа МВМ составляет 0,350 мм, с шагом 25 мм, как у обычных гладких микрометров. Любителям иметь все микрометры нецелесообразно, потому что пользуются ими довольно редко. Если расширить диапазон измерений резьбовых микрометров, то практически можно обойтись одним-двумя микрометрами. У меня есть два резьбовых микрометра 25-50 и 75-100. Решил расширить диапазон измерений обоих микрометров. Изготовил новую пятку, увеличенную по сравнению со штатной, на 25 мм. Это штатная пятка, а это пятка удлинённая. Теперь микрометром 75-100 с этой пяткой стало возможным измерять средний диаметр резьбы в диапазоне 50-75 мм. Например, измерить средний диаметр резьбы этого мячка М60. Недавно в одном из своих видео я рассказывал об изменении среднего диаметра резьбы при затыловании. У мячка М60 я измерил этим микрометром разность средних диаметров по ширине пера 15 соток. Надо иметь в виду, что при отсчёте по лимбу число 75 будет соответствовать 50 мм. Мои микрометры оба изготовлены Кировским инструментальным заводом «Красный инструментальщик». Поэтому конструкции микрометров одинаковы. И эту же удлинённую пятку можно использовать в микрометре 25-50 и измерять с ней диапазон средних диаметров резьбы 0,25. В этом случае число 25 на лимбе соответствует нулю. Таким образом, с помощью двух микрометров 25-50 и 75-100 я могу теперь измерить все резьбы от 0 до 100 мм. Расскажу о некоторых сложностях изготовления самодельной пятки. На пятке имеется резьба М6 с шагом 0,5 мм. На новой удлинённой пятке я нарезал такую же резьбу. Такая плашка редкость, но у меня была такая плашка. Если у вас нет такой плашки, то можно нарезать стандартную резьбу М6 с шагом 1. Но в этом случае придётся изготовить новые гайки с такой же резьбой. Или в крайнем случае взять обычные гайки М6 с шагом 1. Если изготовить три сменных удлинённых пятки кроме 25, ещё длиной 50 и 75 мм, то можно вообще одним этим микрометром 75-100 измерить весь диапазон от 0 до 100 мм. Можно не изготавливать новую удлинённую пятку, а просто удлинить штатную. Для этого изготовил удлинитель с рабочей длиной 25 мм. С одной стороны у него внутреннее отверстие диаметром 3,5 мм, чтобы вставлять в него сменные вставки. С другой стороны наружный диаметр 3,5 мм. С этой стороны выполнена прорезь, как у вставок, чтобы удлинитель держался в отверстии пятки и не выпадал из него под собственным весом. Можно сделать ещё удлинители с длиной рабочей части 50 и 75 мм. И тогда, как и в случае с удлинёнными пятками, одним микрометром 75-100 можно измерить все размеры от 0 до 100 мм. Для любых имеющихся у вас микрометров, кроме 0,25, можно сделать нужный вам комплект удлинённых пяток или удлинителей. Конечно, с такими самодельными пятками или удлинителями микрометр пройти по верку не сможет, но для хоббистов это и не требуется. Мне кажется, что оба способа расширения диапазона измерения резьбовых микрометров равнозначны и довольно легко и быстро реализуются. Какой способ выбрать, зависит от вашего желания, возможности и наличия инструмента. Спасибо за внимание. Приглашаю на мой канал. Спасибо за просмотр!